Я должен сказать, что мы открыли прошлогоднюю сессию в новом заново отремонтированном здании, великолепно сделанном. Это можно было сделать только по желанию и по воле Валентины Ивановны Матвиенко, потому что я ее знаю очень давно и знаю, когда она настроена на какую-то волну, она всегда доводит это до конца, причем до победного. Мы с удовольствием выступили, вот после нашего выступления, по-моему, это было 26 сентября, если я не ошибаюсь, Валентина Ивановна мне сказала, что мы в таком восторге, я хотел бы вас просить, чтобы вы провели серию концертов, посвященную 20-летию Совета Федерации. Ну и сказал, хорошо, сделаем. И так и получилось все. Вначале это была поездка по довольно-таки удаленным местам России, конечно, в удаленные места Челябинск и Новосибирск не входят, но такие, скажем, как Абакан, Магадан, Улан-Удэ, это все-таки далеко. После этого, после того, как мы закончили эту поездку, в скором времени мы переехали на Северный Кавказ. Надо сказать, что вот в Кабардино-Балкарии, когда мы приехали в Нальчик к вам, то мэр города сказал, что к ним практически никто не доезжает. Все доезжают до Пятигорска, там до Кисловодска, мы играли в Весентуках тоже, к ним никто не приезжает. Это, конечно, печально очень. Почему? Ну, по разным причинам. Тут просто дело и в организации, во-первых, в желании, но в основном в организации. После этого мы поехали в Грозный. Надо сказать, что я под огромным впечатлением от этого города. Это, я бы сказал, укор России. Потому что когда кричат, что вот пора кончать помогать Кавказу, по крайней мере видно, что вот эта помощь материализовалась в потрясающих зданиях, в уникальной чистоте какой-то улиц, в полном порядке. Вы не боитесь ходить по улицам. Великолепные отели. В общем, могу сказать вам, что когда мы вышли на сцену, публика приветствовала овации. Меня это было связано еще не только с тем, что, в общем, как бы, ну, люди знают меня, да. Но я еще приезжал в Грозный до войны и помнил этот город, великолепную картинную галерею, уникальный по архитектуре театр кукол и многие другие вещи. После этого мы переехали в Махачкалу. Ну, конечно, это другая страна. Было очень здорово. Оркестр получил награды. Я был достоин очередными званиями народных артистов Кабратино-Балкарии и Дагестана. Своим дагестанским друзьям я оттуда же позвонил. Они визжали от восторга. Потому что, знаете, люди все-таки, которые родились вот на Кавказе, у них очень сильно развито ощущение вот того места, где они родились. Есть устои такие. Вообще, надо сказать, что я как-то столкнулся, мы об этом мало говорим и думаем, но там есть очень много вещей, которых нам не хватает. Уважение к старикам колоссальное, понимаете, семья и все такое прочее. Вот это турне, это, конечно, не просто гастроли, пусть самого выдающегося уникального коллектива. Значение этого мероприятия выходит далеко за рамки, собственно, такой гастрольной или концертной деятельности. Это серьезное общественно-политическое событие. Это праздник, который подарили жителям Кавказа. Это, конечно, был праздник. Я вам скажу, что билеты, а их продавали, это не были пригласительные для того, чтобы заполнить зал, билеты в Махачкале были раскуплены за первые 45 минут. Причем это хорошо, что там не было предварительной рекламы и так далее, потому что в противном случае мне бы очень трудно было вывезти Владимира Теодоровича из Махачкалы, пришлось бы давать еще один концерт. Виртуозы в Москве не ограничились просто концертами. Это были мастер-классы, это были посещения музыкальных школ, это были встречи с творческой интеллигенцией, это было событие. И я глубоко признателен Владимиру Теодоровичу, всему коллективу за то, что такой праздник жителям Кавказа, гражданам России был подарен.